Вы знаете, все, кто не интересуется политикой, они идиоты. И это не мое, а это древнее слово из Греции, которое вот обозначает людей, которые не интересуются политикой. Вот мы и допрыгались, потому что не интересовались. Очень жаль. Вы знаете лучше меня, как российского зрителя с начала войны отрезали, просто отрезали от целого ряда выдающихся артистов, которые не могут по очень разным причинам выступать сегодня в России. Как вам кажется, вот ваши обычные зрители, слушатели из России, они понимают, что это тоже следствие большой войны, что они не могут прийти на концерт «Берк Сердючки» или «Лайма Пайку». Те, у которых мозги не прополоскали как следует, которые понимают, что есть белый цвет и есть черный. И с теми, я думаю, все нормально, они прекрасно понимают, в чем дело. Но а те, которые не понимают, а что с ними говорить, они как зомби смотрят на Путина и слушают, что он говорит, что в принципе, если бы они не напали, то напала бы Украина. Но это вот такую глупость можно слушать и можно это и верить глупость. Скажите, при каких обстоятельствах «Лайма Пайку» выступит однажды в России? Сегодня хочу сказать, что никогда. Но, как говорят, никогда не говори никогда. Должно сильно все измениться. Должно снова случиться то, что было в 90-х. Надежда, вера, перестройку, лучшую жизнь, правду. Вот в это хочется верить. Но я навряд ли доживу до этого времени. Поэтому я для себя решила, что никогда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!